все хорошо всем привет сегодня у нас 15 мая тема нашего сегодняшнего собрания расскажи игорь как она сегодня тема а то дата перепутали еще чего-нибудь не то скажу так хорошо ты это какое-то уведомление ребятам делал да получается да да в любом случае люди все знают то есть я текст писал текст 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 сейчас он секундочку форум бизнес amazon это событие просто создавал события и сейчас краткий анонс перекину тогда еще сюда фейсбук-группу я нашли не так даже даже вот сюда на в описании группа еще поставлю сверху редактируем вставляем вот все сверху поставил фейсбуке круто ну давай тогда я начну значит по сути мне хотелось его денис поддержал эту тему поделиться с ну со всеми кто занимается амазоном такой темы как форум который мы делаем в киеве форум бизнес на amazon рассказать что это такое зачем мы его делаем почему 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 я его делаю почему мне это важно что может получить для себя каждый и по сути рассказать что ну наверное основной месседж который здесь хотелось бы донести что такие ивенты они чаще всего не делаются для заработка то есть если у них основная мотивация другая всегда но чаще всего вот например на 100 второй форум на прошлом форуме мы там заработали вот честно говоря уже не помню то ли с плюс 2000 долларов то ли минус 2000 долларов практически ничего не заработали но цель с которой мы делали этот форум это было во первых популяризовать тему амазона потому что и сейчас очень популярная тема в интернете что бизнес на amazon это ммм там 16 18 года да что это там очередной хайп который пройдет для меня лично это уже как сам 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 вот этот вот феномен амазона это сигнал к тому что мир давно изменился вот а мы уже впрыгиваем в эту в этот вагон последнего поезда вот только вот сейчас вот последние два года мы вот такие вот прыжки делаем и вот форум создан для того чтобы те кто реально хочет заниматься амазоном хочет получать там новые знания и быть успешными и создавать свое окружение которое так или иначе будет завязано на амазоне чтобы у этих людей был шанс познакомиться с более успешными людьми опытными людьми там задать вопросы которые там челленджи перед всеми стоят так или иначе одинаковые просто кто уже решил кто ты их еще решает по сути amazon это не квантовая механика там достаточно линейный путь достижения успеха и просто есть люди которые его уже прошли а есть люди которые там его только начинают эти и просто находясь в окружении людей которые уже какие-то шаги сделали гораздо легче самому пройти вот и собственно форум создан для того чтобы всех единомышленников таких соединить в одном месте устроить такую точку сборку в киеве как круто провести время пообщаться познакомиться там со спикерами потому что ну мне всегда хотелось иметь возможность общаться с мультимиллионерами ну вот реально я прям когда-то с детства там читал книжки всяких киосаки там карнеги всегда хотелось типа ну читаешь вот он я заработал миллион на недвижимость и думаешь да это он он же в америке у него все по-другому а теперь ну получается у всех возможности одинаковые и вот есть форумы есть такие же люди как и вы подойди пожми руку раян морен приезжает и вот мы с ним недавно общались он говорит игорь я хочу дать твоим ребятам максимальную ценность как я могу это сделать я говорю смотри ты можешь это сделать всеми возможными способами вплоть просто спускаешься со сцены и начинаешь с каждым общаться вот он говорит ну мы типа можем это устроить отлично вот так что мы будем целимся на то чтобы добавить максимум вот такого личного общения насколько это возможно у нас будет автопати в конце форума вот тот же день и там можно будет со всеми спикерами и пообщаться и познакомиться кому интересно вот так вот ну я не знаю что тут я могу много говорить да у меня какого-то конкретного плана нет это не какая-то знаете там не какой-то продающий вебинар которому там я готовился план который составлял тут бы хотелось чтобы наверное там ребята в чате позадавали вопросы да я тоже дополнил что-нибудь в этом отношении да у нас я тоже хотел поддержать именно вот этот форум потому что пускай у нас какое-то представление разное например как там обучением заниматься я не знаю к консультировать там бизнес делать но мне кажется форму от именно тот случай когда объединяет все и по возможности мне кажется это действительно не коммерческое предприятие а больше предприятие такой локомотив который тащит всю эту тему вообще вперед потому что просто очень там я не знаю как я говорил зарабатывать ничего не делая то есть с минимальными затратами именно не только денег а и времени и знаний и сил просто зарабатывать и на самом деле огромное количество людей этим и занимается и сейчас на данный момент и я в том числе как бы там не было зарабатывать и многие другие не только например можно зарабатывать я считаю на амазоне можно зарабатывать и на сервисах сервисы должны просто быть лучше дешевле выгоднее люди голосуют всегда рублем сплоть спрос рождает предложение а именно вот этот сам сам самому мероприятие мне действительно интересно в плане вот такого общего общего собрания всех продавцов и действительно пообщаться я честно могу сказать она скептический человек мне не было никогда желания общаться особо с миллионерами как-то я всегда такой ну не знаю то есть меня например мы люди разные все все люди разные у всех разные задачи но там встретиться и пообщаться мне кажется это круто вот это интересно и из-за этого я с удовольствием включился в этот сам марафон вот и предложил вот эти все лайвы и все остальное там не для того чтобы каких-то денег но про это даже разговора смысл даже об этом говорить нет именно для того чтобы люди поняли поверили что это интересно это важно я мне был свой опыт в прошлом году присутствовать онлайн онлайн мне понравился не очень сложилось впечатление что это больше сборище именно рекламы чужих услуг ну тех людей которые приехали люди услуги но после пообщавшись тем людьми которые были там мое мнение поменялось то есть я получил такую информацию она специфическая еще говорю тут большое значение имеет даже знания свои я получил такую информацию которая сложила у меня как бы такой карточный домик такой он превратился в домик настоящий потому что сложились те вещи которые я не знал но я их мог узнать просто на четыре месяца раньше вот из-за этого я в принципе сам с удовольствием поехал бы сейчас на данный момент занимаюсь оформлением загранпаспорт так понимаешь в украину загранпаспорт ну и буду узнавать как туда доезжать когда этот паспорт получил наконец-то то что мне сказали надо месяц ждать вот всем остальным смотрите то есть принимайте решение в любом случае после этого мероприятия там скину ссылку грубо говоря по которым он будет перейти можете напрямую через sales hub зайти и там приобрести эти билеты ну мне кажется это важное событие даже поддержать вот в чем в чем а в этом я sales hub с удовольствием поддержу это вот мое как бы такое однозначно однозначно мнение то есть кто мне ничего не спросил никаких подводных камней здесь нет хотела отдельно сказать спасибо кстати денис за организацию этого лайва я самого начала не сказал сейчас пользуюсь возможностью а второй момент который хотел сказать вот да ты правильно говоришь некоторые спикеры действительно продавали свои услуги возможно ну не все потому что да есть были спикеры которые просто приехали тем не менее спикерам мы не платим денег чтобы все понимали то есть тут нет такого что они приезжают сюда за деньгами жесткий бухач вот этому мы считаем что да если им есть что предложить полезного почему бы и нет зонбласт хороший сервис если кому-то он помог классно энтони ли потом сказал что да у них были клиенты после нас там рафаэль я считаю тоже хороший форвардер мы с ним давно работаем да цены возможно выше чем в среднем по рынку были кстати сейчас уже понизились тем не менее тоже очень хорошие услуги опять-таки каждый выбирается нельзя же со сцены продать и заставить кого-то что-то купить нет это да однозначно то есть я еще говорю очень много например по зонбласту я получил информации никто и не спорит я об этом и говорю что можно подавать можно подавать информацию по-разному да вот еще один момент который ну опять-таки это лично мое наверное такой да внутренние мотивации ну на самом деле этот весь форум я затею в основном ради ради себя так или иначе смысле что мне реально хочется вот этих людей видеть в своем окружении и это повод для того чтобы просто с ними начать диалог потому что обычно ты не можешь ну как типа раяну напишешь там эй раян привет ты тоже занимаешься amazon да и что дальше то есть типа скажет ну молодец там да вот и для меня это как еще один повод чтобы ну сформировать свое окружение но опять-таки многие кто был на форуме особенно те кто так или иначе смог потому что любое оффлайн событие к нему нужно правильно относиться я ко всем форумам конференциям не отношусь как к источнику информации да там будет передовая информация какая-то там будут новые фишки которые там многие из вас внедряют и могут уже использовать но в первую очередь такие ивенты должны быть как источник новых контактов и нового какого-то вдохновения энергия энергия что вот действительно было желание чтобы было желание работать дальше и если не получилось раз два ничего страшного это любой бизнес такой сто процентов да именно источник такой энергии там вы приезжаете заряжайтесь со спикеров заряжайтесь с окружающих людей там будут куча куча выпускников там будут новые продавцы там будут инвестора которые есть куча людей которые не находятся онлайн просто потому что они у них возраст такой они родились гораздо раньше нас да и они сейчас не могут сидеть лайк смотреть но зато они увидят рекламу форума бизнес на amazon им где-то что-то стрельнет и скажет о я приду туда и там уже будут ребята с деньгами которые готовы инвестировать в такой бизнес и послушают войдут спокойно там чей-то бизнес например это происходит в общем-то сплошь и рядом опять-таки с тем же районом вот мы сейчас интервью там допиливаем он говорит типа я ему говорю райан вот если у меня например есть бизнес для продажи что мне делать район отвечает иди сразу ко мне то есть человек готов уже покупать бизнес не то что это мой бизнес он это в общем-то посылка всем то есть человек готов рассматривать там новые заявки на продажу бизнеса если у кого-то уже есть созданный amazon бизнес можно вот человеку пойти и предложить его ну вот вот так вот плюс опять-таки мы добавили новую штуку в прошлом году это было скорее скорее это был набор докладов да у нас был обед где вип-участники в этом году будет точно также имели возможность пообедать вместе со спикерами задать какие-то вопросы вот тем не менее в этом году мы еще добавили автор пати то есть после форума мы снимаем довольно большой там такой комплекс с бассейном на крыше и там уже у нас собралось что-то восемьдесят девять человек на автор пати где будут спикеры будет крутое веселье и ну как бы много реально крутых секретов всплывает именно вот в таком личном общении когда ну ты уже просто над человеком расслабился да там общаешься с ним и он тебе говорит слушай а вот это вот работает лучше сейчас вот это хуже проблема с переводом вот как вот вот с этим что делать многие же вот кто в интернете они вот я например английским вообще не владею вот понимаешь тоже некоторых это смущает мне кажется да смущает у нас в прошлом году был синхронный перевод то есть непоследовательный когда кто-то сказал потом его перевели вот это вообще я считаю это очень сильно замедляет все вот поэтому у нас синхронный перевод когда сразу во время того как говорит спикер сидит переводчик и сразу параллельно переводит там у нас был баг сначала что да с переводом было там сложно потом все быстренько исправили все стало очень на хорошем уровне вот думаю что в этом году все будет еще круче а вот личное общение вот личное общение я понял личное общение вообще это только вот я так понимаю однозначно надо знать язык все-таки не получится по-другому ну да ты можешь конечно приехать в киев взять с собой переводчицу одеть крутой пиджак и ей предложить крутое сексуальное платье да и тогда тебя однозначно будут слушать что ты хочешь сказать но да если такой возможности нет то да лучше английским владеть однозначно все ясно вот так там ребята пишут можно ли игоря погромче сейчас я уже я тоже уже поднял громкость так что нормально окей окей так ну что еще сказать если есть вопросы в чате то ну про пару рюмок я тоже так же да слов нет конечно пару рюмок на одном языке будем общаться зачем напиваться до 12 литра кого здоровья столько хватит но в любом случае мне кажется найдем там какой-то общий язык многие языком владеют и я так понимаю даже при общении друг друга переводчиком возникает постепенно все это получается если чё-то надо спросить кстати пока тут вопросов нет в чате я скажу мы с денисом договорились что запустим в группу amazon seller номер один специальную форму которую вы можете заполнить сейчас тут александр наверное сделает этот пост вот и среди тех кто заполнит эту форму мы разыграем рандумом одно участие на форуме оффлайн через сколько дней скажи какие условия как там это будет выглядеть да по сути форму можно заполнить в течение трех дней в четверг во второй половине дня мы сделаем розыгрыш рандумом не знаю будет это лайф или нет но точно будет видео с тем как это произошло все как розыгрыш произошел и в общем то все заполняйте форму до четверга так что будет весело да так что приезжайте будет круто там вот денис запостила вижу ссылку александр выше я вижу спрашивает что я обещал видео о том как создавать супер орл то я снял это видео вон оно по ссылке денис кинул только вот про код на скидку я не понял там александр пишет там может быть и что то другое надо уточнить константин спрашивает если уже купил билет если смысл заполнять форму ну думаю уже не имеет смысла заполнять может друзьям пнешь кому-нибудь за 50 процентов отобьешь свои деньги так что я считаю всем есть смысл участвовать а там уже сами смотрите там кстати к английскому все относятся очень ну терпимо я ни разу вот за свои все путешествия поездки никогда не слышал какого-то пренебрежения или негатива в сторону людей у кого там что-то с английским не так то есть даже на самом базовом уровне английского если есть ну хорошая скажем такая энергетика какая-то ну хороший посыл то можно найти общий язык в любой ситуации ну например мы когда в прошлом году ездили в Китай с нами ездил Женя вот Женя я его всегда честно вспоминаю Женя Грош он где-то должен быть сейчас в чате вот у Жени с английским языком все достаточно плохо вот тем не менее он при помощи там пяти фраз которые в общем мы рассказали Жене с ребятами смог договариваться уже с поставщиками ну потому что у китайцев тоже с английским но у многих так типа типа hello my name is Женя там I want to buy this product берет сэмпл там с полки how much is for the sample да все там ну что там нужно еще знать чтобы понять что продукт хороший или плохой надо практиковаться в любом случае просто и вот и все на самом деле что делать я все время в математических школах учился я не не учился в английском практически у нас не было задачи да 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 так я вижу что там у нас ребята спрашивают а сегодня будет тема только про форум да сегодня по сути будет у нас есть какие то вопросы есть но задай нам не трудно ответить если что-то интересно есть там никаких проблем особых нет так основная тема у нас как бы форум просто хотелось бы не просто писать текст можно было это все сделать просто написать текст разыграть и все мне кажется всем будет интересно пообщаться и вообще все это именно опять же передача какой-то энергии положительной в первую очередь вот чтобы понимали что здесь ну нет нет только одной коммерции то есть нет задачи только все коммерциализировать а исключительно ну есть просто информация есть стараются люди делиться и так далее вон там александр спрашивает и будет возможность на форуме оставить свои контакты указать что предлагаешь как вы ищешь да мы сделаем такой борт куда вы сможете поделиться своими визитками так что берите с собой визитки сможете сфоткать этот борт тех людей кто оставил уже там свои визитки да там это ищет инвестор или наоборот является инвестором и вы сможете связаться с этими людьми и там новые контакты завести не забывайте приметь креатив разысываться инвестор там и так далее да креатив приветствует так натали спрашивает ты будешь продавать бизнес на amazon как правит персон или legal entity не очень понятен вопрос не очень я понял вопрос если имеется ввиду ну короче если как если отвечать на вопрос как покупается бизнес на amazon да что это должно быть это должен быть обязательно зарегистрированный там американский какой-то какое-то американское юрлицо или это может быть private person то есть примеры когда продаются и покупаются бизнесы и так и так и как entity и как без entity это уже детали главное чтобы ну люди смогли договориться и было взаимное доверие и это то же самое о чем говорит в общем-то и райн и в общем-то одна из тем райана на форуме будет как раз покупка и продажа брендов ну здесь просто может быть все переживают им за то что нельзя там много аккаунтов как это сделать но это все технически это не проблема в принципе да 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 это достаточно да если у вас зарегистрирован например бизнес на конкретное юрлицо на компанию в америке вы действительно берете передаете просто логин пароль перерегистрируете на другое имя вот эту компанию все готово да процедура прошла достаточно быстро если же аккаунт зарегистрирован на физлицо ну придется заморочиться либо как-то аккаунт перерегистрировать либо новый продавец зайдет в байбокс вашего продукта а вы вывезете там остатки склада к нему куда-то на склады он завезет под своим аккаунтом ну варианты тут есть для этого есть опять же юристы которые могут все это там грамотно разъяснить амазону и все нормально провести в любом случае да амазон заинтересован в нормальных продажах если продавец нормально продает то есть они в любом случае идут на встречу мне кажется да сто процентов вот тоже меня очень ну не то чтобы удивляет уже как бы нормальная ситуация когда что-то на амазоне меняется и сразу начинается какая-то паника типа что делать амазон изменился да и типа как мы теперь будем продавать но на самом деле нужно понимать то что амазон в первую очередь заинтересован в том что мы могли нормально продавать и правила изменились для всех а если амазон заинтересован нужно просто адаптироваться к этим новым правилам если вы не собирались ничего нарушать если вы собирались строить нормальный бизнес то бояться тут в общем то нечего просто после адаптации к правилам продолжать работать и ну тут как бы я не вижу вообще никакой причины для волнения вот например бренд регистри недавно закрылся теперь он открылся и тоже там как мы будем продавать теперь с бренд регистри ну как то будем то есть все будет нормально да теперь нужна торговая марка опять таки пока еще много непонятной информации он только-только там разблокировался мы как бы ждем смотрим пробы вот но то что уже видно например принимаются торговые марки из Индии так в Индии торговую марку стоит зарегистрировать там 70-75 долларов если кому-то хочется быстро сделать бренд регистри зарегистрировали торговую марку в Индии и и все вот но опять таки это еще не протестирован метод но уже как бы видно что можно так сделать тут наверное самая такая штука ну не опасная а именно на которую следует обратить внимание это то что регистрация самой торговой марки занимает там полгода может до года дотянуться вот и что теперь целых полгода не продавать на Амазоне однозначно у Амазона должен быть ответ на этот вопрос и ну ну вот так я считаю чем больше тех изменений тем те кто готов постоянно вот это вот приспосабливаться даже преимущество имеет вот а по поводу бренд регистри тоже цена и качество надо понимать что преимущество у такого же бренда американского будет больше чем у индийского то есть можете сэкономить но поиграть а время деньги да так что все относительно нельзя просто на какие-то определенные я вот честно могу сказать когда то все было понятно и бренд регистрии и все остальное торговая марка это материальная ценность она никуда от тебя не уйдет то есть грубо говоря это твое реальное это реально осязаемая вещь вот это документы и все а все остальное это как бы фикция по большому счету игра в игре то есть мы внутри Амазона играем по его правилам ну поменяется и поменяется ничего страшного нет главное быстро перестраиваться вот сейчас у нас новая новость там 2-3 дня 4 последние 2 недели это ротация меняется люди там с первой на десятую прыгают страницу вот это непонятно но опять понятно что алгоритм меняется немножко сейчас все осядет пыль осядет и будет все понятно на самом деле и будет опять понятно как способ продвижения будет работать и как все это будет влиять. Просто надо время подождать и не надо там действительно кипиш какой-то наводить и все. Ничего страшного, вообще нет. Согласен, согласен. Купоны закрыли, купоны закрыли, новое что-то появилось. Ну, и здесь то же самое будет. Тут вот Джек спрашивает, думал ли ты о проведении форума в Америке как для наших ребят, которые там живут и для американцев? Хороший вопрос. В целом, да, я думал, мы с командой тоже думали об этом и даже думали о открытии тренингового направления в США, потому что результаты наших выпускников в принципе уже можно сравнивать с достаточно хорошими американскими обучающими продуктами. Поэтому нас, в общем-то, если по результатам особо ничего не останавливает, чтобы туда выходить. Вот. То есть тут вопрос скорее ментальный, то что, ну, блин, все-таки там Америка, как ни крути, есть определенные блоки. А во-вторых, это вопрос инвестиций, так как запуск на Америке стоит в 6-7 раз дороже, чем запуск у нас на СНГ. Вот. Но, тем не менее, мы видим, что это, в общем-то, логичный путь, то что и там и ивенты какие-то делать, и обучение туда переносить потихоньку. И мы видим, что это мы можем сделать даже с спикерами, которые находятся в Америке. Вот. В принципе, ну, как я мыслю? Когда я давно занимался маркетингом, ну, самым интернет-маркетингом, вот для меня был один большой вопрос. Реально, каждый раз он мне мозг, скажем, кушал. Я хорошо, мне так казалось, да и кажется до сих пор, что знаю, как работает интернет-маркетинг и как работают некоторые каналы. Например, контекст, как работает сейчас Амазон. Вот. И сразу вопрос возникает. Если, Игорь, ты такой крутой, то и ты знаешь как бы то, что приносит деньги, а это маркетинг, то почему ты сидишь здесь, там, ты, грубо говоря, такой бедный, так? И этот вопрос, в общем, не давал неплохо. А ответ был очень простой, потому что, чтобы на этом зарабатывать деньги, должна быть построена структура. Это должен быть какой-то розничный интернет-магазин, либо хороший продукт, услуга какая-то, которую этим маркетингом можно накачивать. Притом рынок должен быть достаточно крупный, потому что если на рынке нет денег, то какой бы у тебя крутой маркетинг не был, какой у тебя бы крутая услуга не была, рынок за нее не готов платить. Вот. Поэтому, когда я узнал про Амазон, и для меня, в общем-то, это, ну, так была штука, которая открывает глаза, у меня все сложилось очень достаточно, ну, просто. То есть мне осталось делать то, что я умею делать. Это маркетинг. Вот. И, в общем, это все круто очень получилось. Вот мы имеем то, что имеем сейчас, благодаря тому, что вот тогда были сделаны правильные решения. И сейчас, учитывая, что у нас в Sales Hub есть крутые результаты, есть, в принципе, адекватное знание и спикеров, и рынка, и английского языка, в принципе, да, ну, выход на американский рынок – это следующий логический ход. Я не думаю, что мы его совершим в ближайшее время, но может быть года два-три, и вполне возможно, что так и будет. Процесс идет, короче. Да, процесс идет. Спрашивают по форуму, по форуму, давай не отвлекаться, нас смотри. Один день, один день у нас, то есть утром начали, вечеринка и по домам. Да, в этот раз один день, пока что мы не рискнули сделать двухдневный, все-таки если на два дня делать, гораздо выше расходы будут на все, и пока что однодневный сделали. Может быть, ну, в следующем году, когда этот год мы посмотрим, что все так, как мы предполагаем будет, то в следующий год сделаем уже двухдневный, может, трехдневный, будем смотреть. Понятно. Тут вот Рубик, тут столько вопросов пишет, спрашивает, в какой все-таки стране, ну, такой, мне кажется, важный вопрос, считаешь, лучше фирму открыть? Ну, на свое усмотрение, он пишет там, лично твой опыт. Я знаю многих опыта, где, в каких странах они открывают, ну, и, интересно, ему лично твой. Я понял. Так, Рубик, отвечаю тогда. Значит, есть у меня компания в Словакии для торговли на европейском Амазоне. Компания в Словакии была связана, открытие с тем, что там Словакия дает видножительство. Ну, мы тяж, о чем рассказывал как раз. Да, 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 да. То есть это, ну, вот, тут опять-таки каждый сам для себя решает, правильно? Вот. И вот это был решающий фактор. Плюс то, что она находится в Европе, ну, опять-таки, дает возможность торговать на европейском Амазоне. Насчет Америки, то в большинстве случаев это открытие аккаунта на физлицо. Тут я вообще не вижу большой какой-то... С какого момента, я считаю, что надо налоги начинать платить в Америке? То есть как-то опыт, например, ваших учеников твой лично? Ну, опять-таки, каждый, каждый по-разному. Ну, база, база, нормальная. Для нормального человека, то есть вот как ты считаешь, не важно, как другие считают. Ну, я бы сказал сто тысяч. Я понял. Я понял. Заниматься этим вопросом. Понял, понял. Юридическое лицо уже открывать, правильно? И, соответственно, начинать вот об этом думать. А ничего не слышал по поводу именно оборота, обеления белой фирмы и вид на жительство как раз именно в США? То есть вот это вот. Не сталкивались с этой ситуацией? Не узнавал? Гринкарты, гринкарты. Понял. У нас есть, у меня есть компания в США, но я ее не использую для Амазона, потому что... Просто потому что, если ты зарабатываешь на США, на американцев, то тебе нужно платить налог в Америке. А он в Америке такой, не низкий получается. Ну да, обещает нам 15% Трамп. Посмотрим, как сделает, так и запустимся все. Подтянемся как раз к 100 тысячам. Так. Как зарегистрировать компанию в США за 300 долларов? Ну, мы тут не юристы, как бы этим не занимаемся. Есть специальные организации, которые этим занимаются. Австралия, Австралия, Австралия. Говорят, скоро Австралия откроется у нас. Не слышу ничего. Ну, по Австралии не знаю. Ну, в смысле, я не занимаюсь пока что Австралией. На Japan... А, на Japan в Японию, нет, еще не торгую. Только-только выходим, поэтому еще рано что-то сказать. Все равно пока что тут в чем вообще... Ну, я вижу не то чтобы проблему, а тоже такую штуку, что все хотят торговать в Европе. Да, там как бы рынок такой дикий получается, да, там легче продвигать там товары. Ну, не знаю, лично мой опыт в Европе не сильно как-то... То есть я знаю многих крутых ребят, которые хорошо зарабатывают в Европе, но лично у меня почему-то большинство заработка именно в США. Ну, мне кажется, это больше от товара зависит, а не от способа продвижения. От товара, да. Да, и от товара... Ну, действительно, от товара. Спрос просто в Европе на этот товар тупо нет, и все. Из-за этого... А мы, соответственно, тащим-то в основном то, что уже продается. И это очевидно, мне кажется. И ты заточен, если на Америку, Европа это чисто вот случайно. Ну, вот именно попал, попал. Как вот некоторые производители, бывает, обращаются именно. Ну, реально мы открываем товар по кейвордам, то есть все понятно, по запросам. Товар востребован в Америке. Я говорю, да, вот, бери и начинай работать. А другой показывает, там просто меньше одной штуки, по главному запросу. Я говорю, что там делать с твоим товаром? Ничего. Ну, из-за этого человек же не планировал, чем производить. У него просто есть именно так. Именно занимается он конкретно таким производством. Так же и здесь. Надо просто понимать, что Амазон продает то, что там продается в основном. А все остальное надо как раз через маркетинг, там, я не знаю, там, кикстартеры продвигать. Кстати, с кикстартером есть какая-нибудь информация? Нет, мы кикстартером тоже пока что не занимаемся. Не знаю, будем ли мы заниматься вообще кикстартером. Это отдельная тоже такая тема, достаточно большая. Но, опять-таки, один человек все охватить не может. И нужно действительно понимать, кем... Ну, вот мы тоже недавно с моим братом общались на эту тему, там, предпринимательство и все такое. Вот для меня понятно, что нужно понимать, какую роль человек хочет занимать уже в итоге. То есть он хочет быть специалистом по Амазону, окей, это одна роль. Он хочет быть предпринимателем, который строит систему, бизнес-систему, которая деньги зарабатывает. Это другая роль. Значит, нужно фокусироваться на команде, на построении команды. Если ты хочешь стать экспертом в Амазоне, тебе нужно концентрироваться там на том, какие ключевые компетенции раскачивать. Вот, если ты хочешь быть мастером всего, вот это самая опасная ситуация, когда ты хочешь быть экспертом в Амазоне, в Фейсбуке, в там, Кикстартере, в Инстаграме и все-все-все. Конечно, знать на каком-то уровне нужно, но экспертов таких не бывает, которые все... Абсолютно согласен. Смотри, какая у меня получается ситуация. Просто в команду потихонечку вливаются люди, которые конкретно специалисты на чем-то определенном. То есть, кто-то занимается патентами, кто-то занимается PPC, кто-то, ну там, вообще по жизни, кто-то занимался там внешним трафиком, кто-то занимается... Вот я занимаюсь, например, там по Амазону определенной. И у нас как раз так складывается, из-за этого я и спрашиваю. То есть, в любом случае, постепенно люди приходят, ну, и предлагают свои услуги, и начинаешь с ними общаться, то есть, у них квалификация по определенным вещам. И мне вот очень нравится, когда ко мне люди приходят именно узкозаточные специалисты в своей области. И мне вот гол даже не дают. Вот у меня сейчас человек появился вот там по Китаю. То есть, я понимаю там английский, там переписка и так далее, но очень много нюансов. Вот просто перевести переговоры основные, заинтересовать, провести переговоры, получить цену, получить товар. В принципе, достаточно просто. Вот эти 80-90%. Но вот дошлифовать какие-то моменты, какой-то минимум кастомизации, то есть, объяснить ему вот это, объяснить то, проще, проще, на китайском, так скажем. Ну, вот у меня появился человек, мы как раз сейчас с ним тестим вот эту схему. То есть, я ему просто передаю, я предварительные переговоры полностью провел, то есть, у меня уже, я знаю цены, я уже знаю все, в принципе. Я ему отдаю это к своих клиентам, ну, товарищей, это даже у меня вот опыт такой был, я пишу своему китайцу, за меня будет это самое, то есть, мой представитель Китая. Он мне прям сразу кидает телефон, тот мне минут через 10, там, через 20 перезвонит, говорит, мы уже договорились, он говорит, мне сейчас, тут всего 150 километров, сейчас, говорит, образцы все привезет. То есть, вот вообще другой подход, а я бы, соответственно, этими образцами в лучшем случае посреднику бы он отправил, естественно, как правило, за доставку я бы эти 5-6 долларов заплатил бы, дождался, там, мы потратили 2-3 дня, посмотрел, а тут вот совсем другая вот тема. Вот, и вот в этом отношении очень удобно, когда узкий специалист, который как раз, как ты говоришь, не лезет никуда, то есть, вот ему надо, он занимается только патентами. Патенты, торговые марки, все. Он юрист, он говорит, я им не зачем, то есть, я на Амазоне торговать не собираюсь, то есть, если надо вот сервис, я вот это могу сделать. И вот так же, из-за этого по Kickstarter, я просто реально людей, с людьми некоторыми общался, некоторые ко мне выходили, чтобы продукты продавать, ну, там у нас комичная ситуация была, ну, неважно. Вот, и в принципе, я вот сейчас вот общаюсь, общаюсь, постепенно как бы вот выстраиваются, то есть, такие вот в этом направлении. За это я спросил, может быть, у вас в команде кто-то такой появился. Очень интересно, просто у нас народ, сам знаешь, на все руки, молодцы, мы, вот, и очень интересно, в принципе, это направление, не то, что там заниматься всем, но если в нашем вот этом, даже общем, сообществе, кто-то был бы по Kickstarter, и у тебя появится, я бы с удовольствием, то есть, это пообщался, потому что есть на это спрос, и этому человеку, или этой группе людей, которые этим занимаются, можно было отдавать, грубо говоря, на какие-то, то есть, мы бы расширили просто список возможностей заработка реального, потому что кто-то книжки пишет, и вот я не знаю, как меня заставить, чтобы книжку написать, ну, я вообще не понимаю, я не понимаю, как можно писать книжку о рецептах, я и говорю, что ты даже писать не будешь. Нет, я понимаю вот это, меня это и убивает, я не понимаю просто, самое что смешное. Механику я понял, то есть, я понимаю, мне кажется, там есть какой-то, я вообще не вникал никогда, я понимаю, что в любом случае подразумевалось все, это реально, ну, реальные писатели туда делают книжки, но постепенно все это перестроилось, и бизнес пошел в другом направлении, уж не знаю, в каком соотношении реальных писателей и нереальных там, не знаю, ничего не могу сказать, но, ну, это и в обычной жизни то же самое, когда тут Донцовы, что ли, у нас тут писательниц, который там по 500 книг в год выпускал, я имею в виду больше одной книги в день, я имею в виду, то есть, это понятно, но я этим заниматься не хочу, я не понимаю, почему человек не может забить там, рецепт там плова, например, там, как пожарить шашлык в интернете, просто там в айпаде, у всех телефон есть, интернет есть, забил, выбрал там 500 вариантов, зачем покупать книжку, объясните мне, даже за доллар, даже за 90-10, мне не важно, сколько он стоит, в чем цимус, вот объясни, может ты мне объяснишь, я не понимаю вот этого, ну это точно так же, как с физическими продуктами, все точно так же, ты можешь пойти и купить себе, ты можешь купить себе бинты, да, и сделать себе напульсники, а можешь, ну когда тебе нужны напульсники, а можешь пойти и купить себе напульсник Nike, да, который будет стоить там 10-100 раз больше, чем бинты, ну понял, я короче, то же самое, создаешь бренд, и тогда твой выбор ложится в сторону красивой картинки, красивой обложки, какого-то осознанного авторитета, понял, тогда значит должен быть бренд, ну там же бренды нет, На самом деле на Амазон посмотришь, там в нормальных брендах, вот мировые бренды вообще особо, я смотрю, не заморачиваюсь, ну то есть выставляют просто лисинги, а бренды именно амазонские, которые там или поднялись на Амазоне или что-то вроде этого, они, ну их не так много, основная масса вот таких вот приват-лейблов, так называемых там, ну невеликое качество, я вот о чем. То есть Амазон, вот я лично вот так вот поработав как продавец, я даже не знаю, что там покупать, если надо купить какие-то спортивные, вот качественные вещи, я пойду там в монобрендовый магазин, Adidas, Nike, Puma, там неважно что, вот, если мне надо какую-то технику, я тоже какую-то технику магазин, ну не знаю, мне так кажется, вот прям вот я вот как не открою, какие ключи не забиваешь, одна китайщина, заходишь на Алибабу, все там, ну просто дешевле, да и все, то есть такого, чтобы действительно качеством какой-нибудь, пойдешь в технику, там что-то, ни Бена Олапсона, там, я не знаю, ну ничего нет такого нормального, чтобы действительно, там, основная масса каких-то вот этих вот, там, Вася, Саша, Паша, там, китайский какой-то, ББЦ, там, непонятно, то есть кто продает, они так любят этот Амазон, ну то есть много стереотипов таких вот, наверное, отсюда не понять просто. Ну, да, согласен, что у нас другое мышление, однозначно, опять-таки паттерны тоже разные покупателям, покупателям, но лично мне не нравится вообще не выбирать ничего, мне нравится так, чтобы была хорошая картинка, хороший бренд, но имеется в виду, чтобы я видел, что этот бренд узнаваемый, что он такой популярный, что он хороший, все, делаю решение в этот бренд и жду гарантии, ну то есть если какой-то гарантийный случай, чтобы возникало, я могу быстро поменять, все. Мама, давай возвращаться, наверное, к форуму как-то, да? Да, тут Shopify вот остался, наверное, самое такое интересное и думаю, закончим, да, от этого. Расслабился народ, вопросами начал засыпать нас. Что скажешь про Shopify вообще? Что вот вообще, в принципе, понимаем, у нас Amazon стартовая площадка в первую очередь, для основной массы. Кто вообще интернет, вот как я, например, я никогда в жизни не торгал в интернете, не изучал интернет. То есть у меня есть такие элементарные знания, там тот же гугловская реклама, яндексская реклама, то есть я продвигал сайт лично свой, за этим деньги не зарабатывал никогда, зарабатывал, соответственно, другим. Amazon нам преподнесли, как действительно выход просто в интернет, понять, как механика работает. Следующий этап, вот Shopify, Walmart говорят, что вроде откроет там путь не вендорам, а обычным продавцам. То есть вот куда двинуться вот человеку, который не в Европу, например, не в Канаду, ему это не очень интересно. То есть он определился, вот мне интересно Америка, я не хочу в Европе там заморачиваться налогами, в Канаду там дополнительно отправлять, хотя Канада, в принципе, просто доставку оформить в Канаду и все. Мексику я не знаю, кто там отправляет, у меня таких нет знакомых. Вот, какой следующий этап? То есть есть, например, 3-4 товара или, например, линейка, понятно, что можно сделать мини-сайт, тот же самый лендинг. Но через лендинг, чтобы туда закачивать денег, как ты говоришь, надо все равно, его вполне возможно не хватает. Что вот можно еще посоветовать? Может, вместо лендинга вот именно Shopify или что-то еще? Ну, смотри, у нас тоже будет, кстати, на форуме доклады про выход за пределы Амазона, что тоже очень много, ну, многих интересует. С другой стороны, лично у меня какого-то успешного опыта на Shopify или на, там, вот, тоже спрашивает Rubik. Кроме Shopify, там, Pinterest, да? Я знаю, есть крутые кейсы на этих всех площадках. Очень много крутых кейсов. Я в этих кейсах не участвую. И мое мнение такое, что если еще не все выжил с Амазона, но я еще не все выжил с Амазона, я не готов сказать, что я прям супер-мега-эксперт номер один в Амазоне, что, значит, сейчас любой продукт у меня станет на первое место и будет давать миллионы долларов. То я пока нахожусь именно в этом канале. Я для себя принял решение, что для меня эффективнее занешиваться. Ну, так, тем не менее, я добавляю в свою Амазон-стратегию Facebook, так как Facebook является очень узкотаргетированным инструментом и очень можно точечно выбрать аудиторию для своего Амазон-продукта. Вот, и Facebook дает очень хорошие цифры и очень хорошие инструменты. Те же Facebook Offers, которые сейчас, ну, уже давно достаточно появились, но еще мало кто им пользуется. Вот, поэтому пока что какой-то продукт, который бы круто взлетел на там Пинтересте, еще где-то, пока что у меня таких кейсов не было. Насчет Walmart, да, мы тестировали Walmart, у нас были там продукты, есть, но он очень далек от какого-то суперэффективного канала, опять-таки, для нас. Ну, и для большинства, с кем я общался, американцев, которые продают на Амазоне и на Walmart, 10-15% максимум от общих продаж перепадает на Walmart. Тем не менее, есть целые бизнесы, у которых Амазон там 30-40%, а основная масса на eBay. Тут, скажем, нужно смотреть на бизнес-модель в целом и, ну, как бы понимать, на чем вы делаете акцент. Если вы начинаете, ну, делаете свой бизнес под Амазон, то, конечно, вы должны разбираться, в первую очередь, в Амазон. Если вы создаете бизнес на eBay, то на eBay. Есть отличная бизнес-модель с тем же Shopify, да, это арбитражники есть, и ребята, которые, или те же даже дропшиперы с Shopify, которые просто специальным плагином связывают свой Shopify-аккаунт с AliExpress-аккаунтом, который автоматом заказывает товары, которые у вас купили на Shopify, и отправляет их с AliExpress, а там американцу домой куда-то. Все, что нужно сделать, это правильно настроить Facebook-рекламу на Shopify. Все, и вот спроси этого человека, как тебе Амазон, скажи, у меня в бизнес-модели Амазона даже нет. Вот так. Поэтому мой выбор – это сосредоточиться на одном канале и выжать из него максимум, и потом уже, возможно, переключаться на какие-то новые каналы. Я понял. Я согласен абсолютно, интересно. Все ясно. В принципе, мы, видишь, как про форум не рассказываем, а на самом деле все и сводится к форуму, потому что, я так понимаю, достаточно много тем как раз подбиралось под форум, чтобы именно на них и ответить, в общем, так скажем. Потому что здесь будет про форум, здесь будет про форум. Ну, то есть, вот так вот и есть. Разговариваем, и на самом деле можно будет лично, опять же, поспрашивать, и не только у тебя, и не только у меня, грубо говоря, и у других людей. Тем более мы тут собираемся, общаемся же между собой, вы также будете общаться в первую очередь. Конечно, конечно, однозначно. Самый большой эффект, который я вижу, который дает рост в бизнесе, это работа в маленьких, реально в маленьких группах. Лучше всего работает, когда есть какая-то маленькая среда единомышленников. 5-7 человек. Вы объединяетесь, начинаете все обсуждать, внедрять новые технологии. Такой себе закрытый мастер-майнд. И все, и растете потихоньку вместе. И, кстати, хотел добавить, что у нас на форуме тот будет Энтони. Если Энтони в прошлый раз рассказывал про разные SEO, амазоновские трики, как ранжироваться, то в этом году он как раз сделал много работы за год над привлечением трафика и клиентов из социальных платформ. Всяких и Facebook, и там Pinterest, еще там что-то, Instagram, я уже не помню. Он будет про это рассказывать. Хосе Мартинес, очень мощный, вообще мощный предприниматель. Испанец, топ-селлер на Amazon. Я даже не готов называть его цифры, потому что я их не знаю, но они тупо космические. Там миллионы, десятки миллионов долларов оборота в месяц. И вот они сделали крутой софт, о котором мы, наверное, с Хосе и объявим на форуме, который стоил ему 2,5 миллиона долларов разработки. То есть там такой чувак, похоже, покруче Райана приедет. Вот так. Мы с ним познакомились в Барселоне, нам посчастливилось пообщаться и найти общие точки интересов. Райан, естественно, будет. Он будет рассказывать больше про какие-то общие бизнес-вещи, о том, как создавать бизнес под продажу, например. Как вообще на это все смотреть, как смотрят на это предприниматели в США, то есть что это ничего страшного там нет. Как бы и возможные стратегии продажи бизнеса. Кто там еще будет? Барт. Тоже прикольный парень. Он с женой приедет. По сути, два часа в день тратил на свой Амазон бизнес, вот уже в течение трех лет. Но уже как два года живет в доме собственным дворецким, хотя до этого был просто наемным работником. Денег особо не было. Вот. Все с Амазона. Кто там? Ну, Алекс Худи там, наверное, не нуждается в представлении. Там, в общем-то, его почти все знают. Влад Драгомир, тоже, кстати, из Румынии. Ну, тут просто его надо послушать. Он заявляет, что будет лучшим спикером на ивенте. Говорю, хорошо. Приезжай, посмотри. Вот. Вот как-то так. И кто еще там будет? Кого-то одного всегда забываем. Ну, в общем, будут достойные люди. Все очень позитивные. И вот хочется как-то вот, чтобы они были в окружении. И нашим. Объединиться в групповом экстазе, короче. Ну, как-то да. Как-то да. В этом что-то есть. Хотя лично я, как называется, интроверт такой. Мне вот эти все групповые экстазы. Мне это сложно. Аллилуйя! Аллилуйя! Главное, музыка такой включить. Подходящий, что-то такое. Подзомбирование такое. Все кивают, уже под конец устают. Все, пошло дело. Заряжайте, заряжайтесь, ребята. Рубик уже зарядился. Я смотрю, столько вопросов. Да, по-моему, Рубик говорил, что он будет. Да, там еще он хотел, чтобы мы посотрудничали с израильскими спикерами. Да, в Израиле очень много крутых спикеров. Возможно, мы в следующем году кого-то пригласим. Просто у нас реально много было желающих приехать на форум на этот. Но мы хотели отфильтровать те, кто нам больше всего интересен, скажем так. Поэтому у нас собралось как бы много... Вот Уилл, кстати, да, вот Илья пишет. Да, Уилл очень... Ну, блин, даже не знаю, что тут сказать. Его бизнес-модель очень интересна тем, у кого есть навыки старта бизнеса на Амазоне. То есть кто уже попробовал, понял, научился делать бизнес на Амазон. Но, например, неинтересно свои продукты качать. Потому что свои продукты качать – это... Нужно общаться с поставщиками, нужно их заказывать. Нужно делать кучу работы, а потом... Ну, как бы нести за это все ответственность. Что делает Уилл? У него есть и свои продукты, а также он оказывает услуги большим компаниям, которые либо имеют свои продукты на Амазоне, либо хотят выйти на Амазон. И чаржит за это, ну, просто тоже нереальные деньги. Именно за то, чтобы их там тоже сосредоточился на одном канале – на Амазоне. И просто помогает компаниям этот канал максимально прокачать. Вот, и одна из моделей, с которой мы с ним общались, вот тоже еще в прошлом году, он рассказывал, что он делает. Он находит бренд на Амазоне, который плохо оптимизирован. Фотки – говно, листинг такой себе, хайджекеры там тусят. Но товар сам по себе брендовый, да. Он просто пишет этим ребятам, говорит, ребята, давайте, значит, я с вами поработаю. То, что у вас куча хайджекеров, означает, что вы теряете в цене, то есть вас демпингуют, и, значит, ваш ритейл страдает. Куча-куча недостатков, то есть вы не контролируете этот канал. Эти ребята говорят, ну да, ты звучишь разумным, давай попробуем поработать. В итоге что он делает? Он покупает у этих ребят, или не покупает, или просто договаривается, что они отправляют склад на Амазон, или просто договаривается за хорошую дилерскую цену, ставит Амазон бренд-регистри, блокирует всех хайджекеров. Сейчас этого нет? Сейчас что у него? Новая будет тактика, видимо, да? Почему? Почему? У больших брендов зарегистрированные бренды есть. Я понял, я понял. Да, бренд-гейтинг сделать тоже не проблема. И все. Ну то есть человек, просто зная вот эту механику, понимая, как убедить компании, чтобы договориться с ними, все, и компании получают все эти продажи, которые они недополучали из-за хайджекеров, они довольны. Уилл сделал свою часть работы, которая не была супертяжелой, как большинство знает, и... Ну и все. Ну, я понял. То есть, короче, он именно работает с большими брендами, которые действительно имеют торговые марки официальные в Америке. То есть это не... Некоторые просто губу раскатали сейчас. Вот у меня товар классный. Может, ты ему самому предложи? Ну, может быть. Если есть какой-то эксклюзив, то, может, Уилл и возьмется. Потому что одна из стратегий, которые он делает, и который он тоже говорит, любой может делать. Он говорит, почему многие не догоняют до этого? И реально я тоже не догнал до этого, когда он рассказал о том, что... Наглость надо иметь просто. Наглость в этом отношении. Потому что надо быть в себе уверенным, надо иметь опыт, а надо с чего-то начать. А это точно. И поэтому всегда, когда мы и в обучении, и вообще по жизни считаю, что сначала нужно получить... Получить... То есть любой вот это первый продукт, первая попытка должна быть нацелена на то, чтобы совершить максимальное количество действий, максимальное количество ошибок, чтобы получить опыт. И тогда ты уже можешь набираться наглости, потому что ты знаешь. Себе уверен просто, да. Надо набрать статистику, надо понять просто. Когда ты реально в себе уверен, человек это чувствует просто. То есть ты объясняешь, не придумывая, а именно от души. То есть когда все обосновал, все показал и объяснил. И не надо ничего тут доказывать. Просто если есть знания, и так понятно все. Вон Натали пишет, что Розетка Next Amazon. Кто-то на Иде, кто-то запостил. Ну, может быть, но у меня есть очень большие сомнения по этому поводу. Хотя может быть. Кто знает. Да, они большие, и у них там им все равно. Просто продажи Европы показывают то, что все не сразу. Из-за этого спрос, не спрос, где будут покупать конкуренция и все остальное. Это же бизнес. И здесь, если на перспективу смотреть, я не знаю, что у нас тут делать на самом деле. Ну, то есть, реально у людей нет денег. Мы не готовы. Мы с Алиэкспресса все покупаем. Но какой вот смысл? Алиэкспресс, да, вот я уверен, что по крайней мере Россию, если его там быстро сейчас не прижмут каким-то там налогами, он просто... Сначала они сейчас... Я помню, три года назад это просто была помойка. Год назад, ну, реально, Алиэкспресс уже, я смотрю, интерфейс. То есть, все стало реально цивильно. Они даже по отзывам и то лучше делают. Не успел отзывов написать в течение какого-то времени. Отдыхай. Не купил товар, отзыв не получишь. То есть, у них реально логично все сделано как-то. Вот, для меня, по крайней мере. И сейчас, на данный момент, уже я смотрю, я Столбау раньше все покупал. То есть, приличные китайские бренды постепенно вылазят на Алиэкспресс. Постепенно. Вот. Это первый этап. А второй этап, просто они склады здесь откроют и все. Вот вам и Амазон. Он, скорее всего, сюда просто не успеет даже, да, типа, потому что Китаю ближе и смысл делать там приваты. А то, что у нас вся Россия, например, я не знаю, как Украина, завалена всякими бутерными брендами непонятными, так это уже давно произошло. Через тот же Вайлберис, через тот же Ламот. И раньше Вайлберис лет 10, я не знаю, там 8 назад покупали вещи, всякое вот это вот барахло. Нормальные бренды были. Пускай со стоков, пускай там что-то как-то они там себе... А сейчас как не откроешь там бренды вообще там в жизни таких не видел. Все то же самое. Также брендируют там, я уж не знаю, на реализацию дают или они сами все это таскают. Но смысл... Налепил бренд, вот твой бренд. Сейчас зайдите в любой гипермаркет, где куча этих торговых сетей, магазинов. Тут и все они так же сделаны. Все абсолютно. То есть там, я не знаю, там испанцы там типа Зары, они сделали давно это. Там какой-нибудь там какие-то у нас там бренды-то, емое. Но основная масса, то есть какие-то первый поток, то есть европейский, а потом пошли уже наши. Все то же самое делают. Друг у друга копируют там или барахло и в других вещах. Сто процентов просто я именно больше занимался чуть-чуть другим, но это же видно. Все засыпано вот этими непонятными брендами. В каком сейчас торговом центре обычно каким-то Армани, Гуччи будет? Да ни в каком. Просто раньше это было от Армянии, грубо говоря, а теперь просто это никому не надо. Сейчас будут обе какие-то, ну я не знаю, какие-то такие бренды непонятные, которые также вот люди придумали и запустили вот эти вот линейки. Все. Ну, что я сказать, наверное, да, какие-то бренды останутся. Ну, нет, в любом случае, конечно, есть, но я говорю, в большой массе просто это уже происходит. То есть не надо ничего, велосипед-то никто не придумал, просто и на Амазоне это работает, и здесь это уже давно все сработало. Так. Кстати, по Алиэкспрессу есть же отдельные вообще тоже, опять-таки, Алиэкспресс это отдельный канал, который тоже отдельный, есть даже обучающая программа не у нас, но тоже как запускать бизнесы на Алиэкспресс, это тоже, ты правильно говоришь, он реальный конкурент Амазону. Со временем будет так точно. Ну, вот в наших странах, по крайней мере, потому что у нас значение основное это цена. В первую очередь не сервис, а цена. если на Амазоне в первую очередь доставка, Prime, вот эти два дня, то есть возврат денег, у нас все равно там за там, я не знаю, приличную скидку, плюс еще там кэшбэк, ну, люди готовы, я сам лично там месяц спокойно подожду там экшн-камеру последнего поколения, грубо говоря, там от Xiaomi за 299 долларов, плюс там еще какие-то там подарки. Сколько так она стоит, я не знаю, грубо говоря, у нас там она будет стоить там 399, 499, да мне, я не спешу, она мне особо не нужна. Ну, есть и есть, грубо говоря, купил, вот, и там что-то закрывает, Xiaomi, что-то телефоны не дают, пересылать через границу, ну, то есть борьба идет какая-то, в любом случае, возня, но на самом деле, я говорю, когда они здесь нормальные, они уже здесь какие-то склады открыли, но когда они глобально к этому подойдут, ну и все, вообще магазинам что-нибудь делать. Если китайские все эти бренды реально, ну, то есть склады будут и они выйдут на этот Алиэкспресс, ну, вообще ловить нечего. Там будут и дешевые, как они говорят, три цены, дешевка, средний и дорогой, ну, и также все будут покупать кому что надо, по возможностям, по потребностям. Ну, не знаю, не знаю, мне кажется, такие игроки, как Amazon, займут сегодняшую, в любом случае. Я думаю, как раз сильная позиция, это та, которая у Amazon. Потому что, если брать позицию, как у Алиэкспресса, именно, ну, то, что ты говоришь, это цена, да? Это сейчас, это сейчас. Они перестраиваются на доставку. Российская доставка сейчас складов, они пишут там за 2-6 суток. То же самое. Все так же приспосабливаются. Это же конкуренция. Будет конкуренция, будут, соответственно, они лучше работают. Хорошо. Нам лучше. Конечно, потребительство однозначно лучше, так как мы занимаемся и коммерсом, каким-то там, пускай в кавычках пока, но в любом случае уже к этому приближенным. Мы понимаем, как это все работает, действительно, и через тот же Алиэкспресс, каналы СБТа. Налаживай, также договаривайся с своим поставщиком и открывай магазин на Алиэкспрессе. Ну, вот и все. Вот Женя спрашивает, расскажите про Afterparty после форума. А я, честно говоря, не знаю. Вау, не помню, не помню, после той не помню, что было. Да, у нас тогда не было Afterparty. Ну, будет весело однозначно. У нас как бы как-то так получается, что всегда весело. Вот, будет интересно. Но у нас нет плана, типа, устраивать какое-то алкогольное такое прямо отравление, но... Мне все время в чем-то, когда ты вот это говоришь, новогодний корпоратив, вот фильм последний был, вот такой вот у них там. Не смотрел? Не смотрел? Ну, вот кто видел, наверное, поймет там. Офис у них такой вот. По нашей, по нашей теме. Нет, там будет не офис, ну, я не знаю, там в офисе или нет, там, там мы отдельно вообще место снимаем такое. Если кто знает, в Ocean Plaza, по-моему, там наверху есть такой ресторанчик с бассейном. Я, честно говоря, даже не знаю, что там будет, но я точно знаю, что будет просто огонь. Вот, так что вот на Afterparty я бы, если бы я был бы на месте там тех, кто еще не присоединился к форуму, то я бы смотрел, как попасть на Afterparty даже в первую очередь, чем на форум. Вот, но поскольку мы не продаем билеты отдельно на Afterparty, поэтому такой возможности к сожалению нет. Окей, ну что же, вроде все разобрали. Да, мне кажется, очень душевно пообщались по этому вопросу. А, тут единственный вопрос был, народ, мне понравилось как раз, пожелание по поводу Facebook. Не будет у тебя желания когда-нибудь это сделать? Или вы там в своем формате? Не тренинг, а какой-то просто, я не знаю, что-то вот в таком же свободном формате? Однозначно, да, что-то будет, то есть у нас сейчас достаточно много наработок по Facebook, мы включаем уже потихоньку Facebook обучение текущее, вот, поэтому да, что-то, какие-то, какие-то штуки дадим, вот, договоримся с тобой, что-то придумаем. Да, потому что, мне кажется, вот, напишите в комментариях, пожалуйста, просто тематика, реально, серьезная, не просто так вот, а действительно, чтобы человека приглашать и по такому вот направлению. Мне кажется, вот Facebook, наверное, одна из тем, потому что я лично никогда не занимался социальными сетями, у меня все, с кем я работаю, вообще у всех провалился внешний трафик, абсолютно у всех, то есть были патовые ситуации у людей, то, что, например, хорошо сделали лендинг, хорошо сделали оптимизацию лестинга, все хорошо сделали, отлично, и гугловская реклама, и Facebook реклама, загоняли на лендинг, не было переходов, вообще, вот ноль просто, то есть там чуть ли не до цента доводили, то есть все, заходит, я говорю, ну, наверное, у вас перегружим сайт, сделали сайт, вообще там, белый фон, грубо говоря, видео, как мы мечтаемся, чтобы у нас видео обязательно было, там, буллеты, и, грубо говоря, огромная кнопка, нажми, то же самое, ноль реакции, я говорю, ну, может быть, вы рекламируете колеса от велосипеда, а продаете велосипед, человек заходит, а реакции, ну, то есть не то, чуть-чуть, вроде и то, но не то, и так и не смогли делать, в конечном итоге, они загнали трафик напрямую, пошли продажи, пошли продажи, неплохие, нормально, но трафик упал, органики нет, соответственно, они улетели там на 20-ю страницу, они, получается, отключают рекламу, их никто не видит, нет продаж, включают рекламу, они, соответственно, падают по конверсии еще ниже, ниже и ниже, то есть можно себя загнать в такую ситуацию, очень неприятную, из которой потом будет намного дороже выйти, вот, другие люди, мы бы делали в Facebook, например, как там тот же Samsung, там, предпродажу, то есть товар идет, постребный, интересный, хороший, нам на Facebook запускали вот эту рекламу, чтобы сделали предпродажу, ну, то есть купоны, тоже ничего не сработало, то есть заявок не было, ничего не было, и таких вот моментов очень много, из-за этого было бы интересно, по внешнему трафику посмотреть, будет что-то такое крутое, действительно, почему не воспользоваться, тем более сейчас у нас опять индусы там что-то начали, не особо, ну, вот, пыль глотать, сейчас посмотрим, как это все стабилизируется. Для тех, кто Facebook шарит, могу закинуть пару идей, как можно хорошие результаты получить, которые мы сейчас, собственно, опять-таки, не от товара к товару отличаются, но, ну, во-первых, это Facebook offers, когда вы создаете рекламную кампанию, и создаете по кликам, там есть такая рекламная кампания, трафик, вот, и там можно создать оффер, этот оффер загрузить свои купоны, там со скидкой, сколько это процентов, вот, и у нас получается, что за один купон, там плюс-минус 20 центов, то есть 20 центов за один купон, только не погашенный, а полученный, вот, и один, ну, там у нас получается из 100 купонов, где-то 5-8 покупок, вот, тем не менее, это все влияет, если правильно это все вести на Amazon, на органическое ранжирование, и выходит, что из этих пяти покупок, еще где-то 40 органических, вот так, примерно, опять-таки, зависит от продукта, вот, плюс есть еще одна крутая штука, это таргетинг в Facebook, когда можно таргетировать на вашу же аудиторию, ремаркетинг, то же самое, например, берете свою аудиторию, выгружаете из Seller Central, например, у вас там 100 заказов, можно выгрузить вручную, там адрес, zip-код, имя, фамилия, загрузить эту аудиторию в Facebook, создать аудиенс там, ну, он знал как бы аудиторию, совпадение фейсбучной аудитории с амазоновскими вот этими выгруженными данными около 80-70%, и выходит, если есть хотя бы там, ну, пускай 200 заказов, то аудитории в 140 человек уже достаточно, чтобы создать, ну, вот эту аудиторию, и потом от нее создать look-alike аудиторию, то есть похожую аудиторию, и вот на эту похожую аудиторию таргетироваться и получать тоже очень, ну, неплохой результат. Ну, вот так. Лучше всего, конечно, реагирует женщина, как ты не крути, в плане, что если у вас женский товар, он работает намного лучше, чем если это какой-то, можно сказать, хотя вот, опять-таки, мы женские больше продаем штуки по Facebook, а вот у меня есть ребята знакомые, которые продают ножи, например, у них тоже круто все работает, ну, на Facebook. отлично. Осталось помедленнее и в подробностях, как всегда у нас? Да, ну, тут, конечно, да, если в подробностях, то нам тут надо задержаться еще на часик, часик полтора сидеть. Да, ну, я говорю, на будущее, то есть, вот я предлагаю такая вот интересная тема, вот, если есть такая возможность, я бы с удовольствием провел такой лайф. для выгрузки, кстати, этой информацией можно воспользоваться, как он называется, Manage by Stats, Manage by Stats, вот 14 дней там триал есть, чтобы руками не выгружать, там есть даже кнопка подготовить данные для Facebook аудитории. Окей, ну, я бы заканчивал уже тут, Денис. Да, да, часа нам достаточно, я думаю, так что, в принципе, было приятно. Взаимно. Всем спасибо. Спасибо за приглашение. Да, всем спасибо, у нас, значит, форму, я думаю, еще докинем, чтобы туда ее заполнять, и розыгрыш тогда где-то через три дня я дам результат, посмотрим в реальном времени или в записи просто, покажем, да и все, я думаю, все доверяют, никаких вопросов в этом отношении не будет. Так что так, всем удачи, всем пока. Круто, пока-пока. Все, пока вам.